Телеканал Автоплюс поддерживает не только автомобильные мероприятия, но и концерты российских артистов. В том числе и выступление Афинаш коллектива из Санкт-Петербурга, работающего в стиле нуар-шансон с примесью поп и рок-музыки. Этой весной группа отправится в большой гастрольный тур по городам России и Украины. Впереди 32 концерта. Причем шоу пройдут не только в европейской части нашей Родины, но и на Дальнем Востоке, куда коллектив отправится впервые. Программу для тура музыканты группы Афинаш готовили в период пандемии. Тогда из-за ограничительных мер многие их концерты были отменены. Отменялась у нас целая гора концертов. Ну не отменялась, а переносилась. В результате все концерты, которые перенеслись, мы частично уже отыграли и частично отыграем этой весной. То есть никого не обидим, все на шоу попадут. В период вынужденной самоизоляции коллективу Афинаш, как, впрочем, и всем остальным популярным артистам, пришлось подстраиваться под новую реальность, пробуя необычные форматы концертов. Выступать на автомобильных фестивалях, когда зрители находятся в своих машинах, группе не приходилось. Однако от такого опыта музыканты бы не отказались. Я бы на такой концерт сходил. Но мне кажется, что для музыкантов, наверное, хотя мы как бы же только не выступали, мы думали, что мы с трудом будем выступать на каких-то интернет-трансляциях, потому что нет зрителей. Но на самом деле это тоже очень интересный опыт. И раскачать себя, мне кажется, можно в любых условиях. Поэтому для автомобилистов я как автомобилист с удовольствием бы выступил. Большие концерты в двух столицах, которые откроют двухмесячный тур группы «Афинаш», пройдут 13 и 21 марта. Музыканты исполняют уже полюбившиеся хиты с пластинки «Мимо ранен убит» – самой сильной работы в истории коллектива. А также представят совершенно новое шоу, которое никого не оставит равнодушным. Дорогие друзья, обладатели люксовых и нелюксовых автомобилей, мы всех вас ждем на наших концертах 13 марта в клубе А2 в Санкт-Петербурге, 21 марта в «Известия Холл» в Москве. Приезжайте или идите пешком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова